Продолжение следует... Сначала начинается передняя рука, боевая стойка впереди, берется теннисный мячик передней рукой и передвижение приставным шагом, в челночке можно двигаться вперед, назад, шагом. Потом берется теннисный мячик, правую руку, левая рука стоит здесь, те же самые передвижения. Потом можно добавлять свободно, поочередно. То есть мяч набивается? Да, да, он набивается, а пол вот я показываю, да, только без самого мяча. Оп, челночком, да, оп, сюда, вот в сторону, оп, шаг-шагом я прошел. Вот, вот здесь вот все отрабатывается. Потом вот хорошее упражнение, вот на стадионе есть такое, как пятнашки. Опять же, в пятнашках очень большая работа ног и идет вот более где-то челночная работа. Потому что вот уклона особо не сделаешь, да. Надо в основном идет оттяжечка, где-то плечо ставится, сбивы, работа защита руками. В основном работа ног и работа рук идет, потому что нога больше передвигаешься и где-то хорошая для отработки, отработка для защиты рук, сбив идет. Сбил, отдал там, сбил, отдал там, сбил, отдал там, сбил, подошел к попу, выдернул, провалил, то есть очень хорошее. Потом упражнение. Следующее упражнение, пятнашки ногами, то есть ставим руки на плечи, да, и наступаем на ноги. Давай покажем. Да, давай. Тут есть один такой момент. Тут есть один момент, иногда бывает одновременно, одной ногой и попадают в колено. Да, да, есть такое, но то есть это вид спорта, тут без травм не обойдешься, ничего страшного. Это в бою, где-то ударился, ударились и пошел дальше. И тут можно сделать паузу, восстановиться, восстановить травму. Давай сразу покажем обычные пятнашки, то есть, ну, может быть, многие люди даже не понимают, что это такое, которые даже никогда не занимаются. Пятнашки можно вот показать, рассказать, особенно вот для начинающих. Самое простое, самое легкое, это вот с партнером боевой стойки, они на противодом мы стоим. Я бью переднее ручки плечо, и то же самое противник мне отвечает. Сначала можно отработать по раунду, касаться, давать плеча, вот один одного мы касаемся, потом можно добавить чуть-чуть сложнее, где-то коснулся, чуть-чуть оттянулся, где-то можно оттянуться, коснулся, где-то шажочек назад. Потом второй раунд, я работаю уже на своего партнера, то есть, он меня касается, я отвечаю, только он уже оттянулся, то есть, поочередно можно отработать. Потом можно будет все совершенствовать, совершенствовать и делать полноценное с передвижением, со сбивами, добавлять и сбивы. Раз, вот это не сбив, передняя ручка. Защита, опять же, защита, если разобрать отдельно, то я так сам остановил, показал, отдельно будет уже другой вариант. То есть, первый раунд с пятнашками мы нарабатываем? Да, да, в боевой стойке один напротив одного, касаемся раз, два, поочередно, для того, чтобы чувствовать своего противника, знать, что он есть визуально, телесно, чувствовать свою дистанцию, потом можно по раунду разбить на партнера, то есть, я касаюсь, потом шаг назад делают. Потом меня партнер касается, я ему отдаю, уже должен добавлять элемент защиты, вот это вот, это тягечко, можно тягечко чуть-чуть присаживаться на заднюю ногу, бить, оп, чуть-чуть не давать, как коснуться. Можно же делать все с шагом назад, можно делать с челночком, оп, то есть, можно вот эти вот все разные варианты отрабатывать, раунд на касание, и потом по раунду, дать друг другу. Это тоже такое, очень классное упражнение для ног, можно сказать, базовое, то есть, Да, это базовое, но тут уже добавляются удары, так как в боксе есть удары, бьют один одного, это уже базовое, ну, с ударом, то есть, без этого уже, ну, дальше результаты уже не будет. Мы становимся каждой свою стойку, вот, и пытаемся левой, либо правой рукой ударить по плечу, Да, по плечу, есть, вот, я отдаю два раунда, делаю пятнашки, первый раунд передней рукой, касаемся плечо, живот, колено, обоюдно. А, и колено. Да, и колено. Почему? Потому что, когда боксер бьет прямые удары корпусом, он подсаживается. Ага. И это идет, где-то, базовое упражнение для ног, потому что надо подсесть в коленях, в ногах, напрячем мышцы ног и коснуться колено. Так же самое корпус, то есть, что-нибудь приседаем где-то. Выполняется пятнашки передней рукой. То есть, можно сейчас пятнашки раунд делать. Мы делаем просто обоюдно? Нет, не обоюдно, тут надо думать. Пытаемся уйти. Да, уйти обязательно, провалить, не дать коснуться себя своему противнику. Ну, можно сейчас... Три раунда это, ну, в общем. Нет, один раунд. Один раунд. Да, потом следующий раунд отрабатываем пятнашки двумя руками. Ага. Но уже без касания колена. Почему? Потому что идет травматизм. Так как бьется плечо, кто-то подсаживается в колено, бьет, и бывает такое, что ребята накакаются пальцами в глаза. Да. Вот, где-то чуть идет, ну, такая опасная чуть работа, это и убираю, дают только плечо и живот, касаться двумя руками. Думя руками можно касаться как переднего плеча, так и, например, задней рукой заднего плеча. То есть, раз, два, три. То есть, первый раунд работаем левой рукой плечо, корпус и колено. А правую не подключаем? Нет, правую подключаем только на защиту, на сбив. Да, я вот даю, почему? Ну, над защитой мы поработаем отдельно, потом отдельно снимем видео, то есть, это очень обширная тема, поэтому сегодня мы все не сможем показать и рассказать. А сейчас пока поработаем с пятнашками, вот вы посмотрите, как это вообще, в принципе, происходит. Впереди. Тут суть, тут суть именно оттянуться, тут не надо закрываться, не надо защищаться в блоке, тут нужно оттянуться, чтобы на тебя не достал. Оттянуться, провалить, можно сделать, вот сбив отработать, раз, можно отработать сбив, отдать, раз, два, отдать. Второй раунд, получается, посвящается уже. Уже, да, две руки работаем, но уже не трогаем колено. Да, да, без дискета. Так, поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Юр, хочу спросить тебя. В профессионалах, какие у них движения, как они работают, на чем базируются их передвижения? Ну, взять, если отдельно отделить профессиональную школу и любительскую, то профессиональную, больше, так как от того, что они работают больше раундов, они больше передвигаются на шагах. Ну, опять же, есть иногда взрывы на челночке, для того, чтобы нанести где-то решающий удар, особенно боковые, на скачке, если не более такое челноковое движение. Приставной шаг очень распространенный, особенно среди выходцев из кубинской школы бокса, советской тоже школы бокса, есть все-таки, когда делают защитные действия на рочнике, и уйти, провалить на ногах, в основном, провалят приставным шагом. И где-то, где-то, где-то оттяжечка, но оттяжечка найдет чуть-чуть там с переносом веса тела с ноги на ногу, не так, как у любителей ярко удержано, а где-то чуть-чуть там на заднюю позисть. То есть, в основном, это передвижение на шагах, приставной шаг. Иногда используется челночный, но, если взять, опять же, те легкие веса, или же ребята, которые перешли в профессионалы после Олимпийских игр, например, мастера международного класса, мастера спорта международного класса. Василий Ломаченко. Да, Ломаченко взять. Вот, ребята, которые не могут уже передвигаться на шагах, у них это школа, это у них уже такое, это такое, что, как пить, да? В крови. Да, это уже в крови. То есть, они работают тут уже более на челноке. Тут уже никуда их не денешь. Остальные, в основном, более плотно перекрыты руками, на ногах более плотно стоят. Так как любители где-то прыгают с ноги на ногу, передвигаются более на носочках, там более плотно на ногах, более устойчиво. Для того, чтобы, так как профессиональный бокс идет более жестче, более с акцентированными ударами, где-то там обмена больше, не на касание, потому что в любительском засчитывают очко за один чистый удар, да, идет очко. То есть, у профессионала за, опять же, тот чистый удар, который нанес урон по своему противнику, уже идет более асцентированная работа. То есть, более плотно надо стоять. Опять же, передвижение на шагах, приставной шаг и где-то там челнок. Такой вопрос, ты как считаешь, вот в профессионалах у них, как правило, у них более жесткие удары, да, чем в любительском боксе? Ну, это связано не только с шлемом или его отсутствием, причем сейчас в любителях, я думаю, уже все знают, уже сняли шлема. Тоже надо. Вообще, вот этот жесткий удар, он как-то зависит от челнока, либо от того, что ты работаешь с шагом? Есть, да, есть. Такое зависит. Опять же, вот я повторюсь, только что о передвижениях разговаривал, то также самые удары наносится, профессионала более жестко, из-за того, что люди стоят более жестче на подошве на своей, переносят вес тела. Тут где-то, возможно, не теряется скорость боксера, так как у любительского более скоростная работа. Тут не так уже идет такая большая скорость, но уже идет больше силы. То есть одно убираем и компенсируем это другим. То есть более силы убираем скорость, да, компенсируем где-то силы. То есть вообще, вообще жестче удар из-за того, что более плотно нога стоит и более переносит вес тела. Если вот наносится удар на челноке и равновесие идет между ног, то тут уже более переносится вес уже в боксе. Вообще по-правильному должно быть и в любителях, и в профессионалах бить весом. То есть это не означает, что где-то посадят моряшкам, да, они будут где-то понимать, что вот люди, которые с улицы, они бывают, вот, как загребут, такую, да, понятно. С земли, да, да, где-то с земли. Откуда загребут, но подсознательно природе человеком идет так, что человек бьет сам по себе, он и в природе бьет весом. Он когда с этой земли загребает, он просто бьет сам по себе. В боксе это делать нельзя, потому что здесь уже идет техника, просто можно сделать шажочек или нарочек под такой вот непонятный удар и просто коротко ответить, сильно даже бить не надо, в точную ровную попасть. И там, то есть тут будет такая разница, когда новичок бьет, он начинает этого делать, он подсознательно делает сильно, когда он начинает хватать азы, он уже практически перестает бить из-за того, что он не понимает, что, как, куда, к чему. Опять же, школы зависят от любителей, где весь тело, и от профессионалов, когда в профессионалах они стоят, переносят болезнь ноги, особенно в ближнем бою, весь тело переносят, когда бьют, то есть есть большая разница. Вот, насколько я знаю, я не знаю, это правильно, неправильно, профессионалы, они стараются вес перенести больше на передистоящую ногу, особенно это происходит в ближнем, вот они переносят на передистоящую, чтобы наносить более сильный удар. Ну, тут я вам, у вас, хочу чуть-чуть подправить, особенно в ближнем дистанции, вот если заметить, работа возле крестного, у них работа идет на обеих. Ну, фронтально. Да, более фронтально, они переносят вес тела, если, да, там, справа где-то бьют, они переносят вес тела, да, на переднюю ногу, тут идет уже перекатность на ногу, весы тела. Ну, хороший пример, Тайсона, переносят вес. Тайсона можно посмотреть, вот как он бьет, это, ну, вообще один из таких, можно сказать, идеальных образцов. Если взять профессионалов, они, вот, я смотрю, в зависимости от антропометрических данных. Если боксер высокий, он может себе позволить встать на переднюю ногу и бить где-то, вот, весом держать передней рукой или, там, вот, больше на передней ноге. Если чуть пониже, обязательно, вот, я смотрю, вот, ну, все, как разобрать поздно, и в практике свои, вот, я знаю, чуть посаживаться на заднюю, для того, чтобы перекрыться передней рукой, передней ногой. Ну, когда бьется справа, обязательно вес тела переносит на переднюю ногу, то есть левая, это в зависимости от тренера, как человеку это дали, объяснили, с какой направленностью. Если он хорошо боксировал в любителях, да, с вот этим, он, ты будешь так же самого профессионального боксирования, уже точно более, где-то, жестче, где-то на переднюю ногу. Перестроиться тяжело. Да, тяжело перестроиться, так как и смысл особо перестраивать не нет, если новичок, то тогда уже где-то смысл есть перестраивать. То есть, работают профессионалы, уже попадают, уже, в основном, такие ребята более отбиты, из-за этого, возможно, где-то, ну, так и кажется, что профессионалы более на переднюю ногу. Вообще, вес тела должен быть сбалансирован, и хороший спортсмен это знает, он знает, куда, как перенести, когда он бьет, когда делает элемент защиты, это, ну, тут уже идет где-то от направленности, от стиля, от школы, от возможностей. Такой вопрос, Кирилл. А людям, которые только вот начинают работать, да, начинают заниматься, ты советовал бы, как начинать работать в челноке, либо вот в шахле, то есть передвигаться, или это от веса зависит, или вот, от чего? Ну, то есть, надо, чтобы, вот, например, если, да, в видеоуроке смотреть, ну, можно, и тут зависит от самого человека, кому, как интересно. Есть, вот, приходят люди, к кому-то, вот, вот, более, даже, те же взять, которым тяжело придутаться на челноке. Ну, да. Ну, он сам по себе такой, идет от психологии человека, он сам по себе где-то, он такой веселый, более, где-то, игровой, он где-то легче, бам, на чеке поиграть, попрыгать, поправаливать противника, подхватить его, там, поподурить, то есть, противника, бурить, ну, в боксе без этого не как, есть такие, что приходят, даже, вот, и легкий вес можно взять, да, вот, которым было более, лучше, удобнее стать на ноги, подвигаться, пошагать, подумать, упереться хорошо, да, упереться, то есть, убрать, это, какую-то игровую работу, им будет легче, где-то стать, подумать, поправаливать, то есть, не всегда от веса, вот, например, у группы, а зависит от тренера, то есть, кому, как, у школы вовсе дает тренер, есть такое, что я по своему опыту смотрю, с тренерами общаемся, набираемся, обмен опыта, идет у нас, смотришь на других, есть, вот я, например, даю сначала передвижение, фронтальной стойки, школа бокса, прямые боковые снизу удары, передвижение в боевой стойке, шагами сначала, потом уже, когда человек осознает, как ходить, передвигаться, потом объясняет челночок, и в зависимости от его данных физических, от его психологии, уже там идет, а, ему, может, больше челночок, наверное, попадет, или же больше там на шагах, то тут уже бокс такой вид спорта, которому надо уделять очень много времени, и так, чтобы сразу сказать, тяжело, для новичков, которые хотят сами, да, попробовать научиться, можно сделать, посмотреть, попробовать, ага, будет легче на шагах, можно на шагах, будет легче, опять же, нету тренера, то тут сам себе хозяин, ты можешь на челночке подвигаться, или там посмотреть кубинскую школу бокса, где ты пробил на челночке, и ушел где-то приставным шагом в сторону, выдернул, ушел, подхватил передней рукой, то есть, в зависимости от того, есть такие боксеры, самоучки, которые там посмотрят, там, просто обычный фильм на боксе, и начинают там такое творить, что, непонятно, как он может выиграть у вот такого высоко, наверное, только с силой воли, да, с силой воли, опять же, идут морально-волевые качества у человека, то есть, опять же, заложены от природы, и, в первую очередь, от желания, есть такие, которые могут, могут все, но они не хотят, то ли нету желания, то ли ленивые, то ли еще что-то, есть люди приходят очень слабыми, с большим желанием, и все зависит от того, чего хочет сам человек, то есть, нету тренера, можно подвигаться так, можно так, есть тренер, тут уже ничего не скажешь, уже надо делать так, Ну, как скажет тренер, да, есть такая еще возможность, люди могут пойти к одному другому, к третьему тренеру, и остаться у того тренера, который более подходит, то есть, тоже как вариант. Согласен абсолютно, тренера тоже нужно выбирать, то есть, нужно походить, посмотреть, позаниматься, кстати, так же, как и вид спорта, то есть, мы не говорим о том, что бокс, это панацея, это самый крутой вид спорта, лично мне нравится еще очень боевое сан, это для улицы, на мой взгляд, очень классная вещь, практичная, ну, это не тема боевого сан, у нас сегодня бокс, я думаю, все поняли, что если вы тренируетесь сами, вы можете попробовать в челноке, можете в шафле, как вам больше понравится, так потом и будете работать, если вы работаете в зале с тренером, особенно в группе, ну, тут, извините, ребята, уже придется делать так, как тренер скажет. Юра, покажи, пожалуйста, как работают передвижения профессионалов, чтобы было понятно. Конечно, ну, более плотно на ногах стоят, и, ну, это же самая базовая отработка, это шагом вперед, вот, можно вот пойти, да, где-то вот по кругу пойду, сейчас, раз, два, передней ногой отшагаются, можно шагать на носочек, можно шагать на носочек всю ступню, и задней подшагаются на всю ступню, раз, два, раз, два, спиной вперед, чуть-чуть наоборот, шагается обязательно на носок, потом на пяточку, и передней ногой подшагаются, раз, два, так же самое, отшагнуть, подшагнуть, ничего сложного нету, в сторону, влево, то же самое, нам надо влево отшагивать левой ногой, в сторону, подшагиваем правой ногой, для новичков, тут есть такая вот разбежность, вот, надо, вот, я там, опять же, на линии, есть такое, что, когда они отшагают, вот, отшагнули, да, например, 40 сантиметров от линии, и они подшагают, зашагают сильно узко, и тут уже человек не будет себя своей ногой контролировать, он будет падать под своими ногами, то есть это, особенно для новичков, нужно четко учитывать, насколько отшагнули, настолько подшагнули, то есть вот более профессиональное передвижение идет, боксер, шагом двигается, вперед, назад, влево, вправо идет, там, по два шага, по одному, можно по одному пойти, можно пойти по четыре шага, сходить, спиной вперед, нежелательно, вот почему, я объясню сейчас, почему, на много шагов уходить, то есть, когда человек идет, он идет вперед, где-то с ударом идет, идет, спиной вперед, если разрывает, то ходит два шага, дальше нельзя, почему, потому что за ним оттянутся по прямой линии, он не будет смешаться, что нет таких противников, просто падет и начнет его попадать, и потом будет большой ущерб, но есть такой вид бокса, как контр-атаковики, которые могут встречать, могут вытягивать на себя и бить на отходах, вот, в таком виду боксера, вот, можно делать, больше, чем шаг назад, то есть, в основном, боксеры, профессионалы, подошли, например, пробили, более потно перекрылись, или же пробили уклончик, норочек, то есть, все, вот тут, вот, боксер делает, в зависимости от того, что нужно, что он хочет сделать, как он хочет сделать, потом, опять же, приставной шаг, то же самое, но есть специфика, когда в разминке люди делают фронтальная стойка, вот, человек должен будет стоять слепой, то есть, левая нога чуть-чуть впереди, вот, когда он идет влево, да, уходит, приставным шагом, вправо, так же самое, можно пробить, сделать шаг назад, поддавить, потом сделать норовочек и уйти приставным шагом, то есть, вот, такое, это не означает, что, если боксеры профессионалы, то они, вот, как танки, да, стали, есть такие, как танки, но они двигаются, они идут, норовочки, уклончики, все надо делать, учитывать шага, ноги должны работать, всегда и обязательно, то есть, работа ног, если, вот, обычный человек, новичок думает, что, вот, бокс, ага, какой мне выбрать из спорта, да, там, бокс или, там, другие виды спорта, там, уши или, там, где задействованы ноги, пожалуйста, не пренебрегайте этим видом спорта, почему, мне вот, самому нравится, и тайский бокс очень интересно, когда ребята, жесткая работа, жесткая школа, бьют ногами, коленями, там, очень интересно все, но в боксе это не означает, что ноги должны стоять, ноги постоянно должны двигаться, должны работать, для того, чтобы пробить, надо достать, если не достают, вот, у вас, да, отсюда надо сделать шаг, надо подойти, сделать шаг, чтобы провалить, сделать, чтобы нарочек сделать шаг, плаг сделать шаг, то есть, ноги постоянно ведут боксера к его цели. Кстати, такой вопрос как раз дотронули, очень хороший, насчет подшагивания при ударе, левый прямой с подшагиванием, очень большая ошибка всех, кто начинает заниматься, я в том числе тоже как это только начинал, я всегда бил вот таким вот макаром, то есть я стоял на месте, я никогда не дотягивался, ни левой, ни правой тем более. Нет, тут идет, вот вы показали, вот только же, помимо того, что не дотягиваешься, тут еще заваливаешься, ты выносишь сравновесие в свое тело, тут очень легко провалить, пока ты хочешь возвращаться на свою дистанцию, если там один удар, еще в голову нахватает. Да, и что-то не попадут, а если будет отвечать тройкой, то второй, третий удар будет обязательно на голове, то есть бить надо, вот если можете, снимите ноги, и так, еще в голову. Когда я бью левый прямой, я переношу лист тела на заднюю ногу, когда я бью правый прямой, на переднюю ногу, есть удары с шагом, и это, например, боксеры делают, пробивают такие удары, которые с дистанции назад возвращаются, опять же, с шагом, вот я встану на линию, да, чтобы было четко видно, с шагом по линии, вперед, с разворотом на носочке, раз и назад вернуться, для того, чтобы не было вот этого, балета такого, то есть пробить и назад вернуться. Так же самое и справа, когда бьют, раз, с шагом, и возвращаются назад. Когда боксер подходит, например, взять профессиональную школу бокса, когда он подходит вперед, он должен, наверное, шагать плотно на всю ступень, то есть бьет с шагом, и под шагом в заднюю ногу. Это в профессионала? Да, да, но более проясненно, хотя и бывает используют там где-то с разворотом, чуть неправильно липнуть акцент доктора на переднюю руку, можно подойти, подшипнуть сразу, левый-левый тоже можно пробить на полную ступень, на всю ногу. Это надо оттачивать, надо оттачивать. А задняя ножка должна подтянуться? Да, должна подтянуться, но есть, когда вот особые новички делают, вот они бьют и ногу подтягивают, они тянут ногу на носке, вот в ту штриха. А если даже не поднимают, они опять вот вдавливают через носок, и воняки бы в землю заняли, это чуть неправильно. Вот, и раз, и когда рука возвращается, задняя нога подшагает, поднимается колено, чуть лист тела переносится на переднюю ногу, раз, и задняя ножка должна плотно встать на всю ступень. Тогда будет более сбалансировано, более устойчиво, и не будет вот этой вот тянучки задней ноги. Ага, я понял. Кстати, это тоже то, что мы показывали по поводу подшагивания, когда мы работали на месте, пятнашки, друг другу передавали, вот мы работали, ну я по крайней мере работал с подшагиванием, у меня просто уже такой рефлекс, я уже так всегда работал, да, я работаю всегда с подшагиванием, то есть вот вы можете стать друг напротив друга, неважно где, на стадионе, где угодно, дома, в квартире, где угодно, Стать друг напротив друга и работать таким образом, пятнашки, с подшагиванием. И это очень хорошо, покажи, пожалуйста, Малин Саш. И это будет очень хорошо развивать ваш, скажем так, удар в плане дотягивания. Потому что бывает часто проблема, что человек не дотягивается. Для того, чтобы выбрать свою дистанцию, нужно так же самое и ноги должны выбирать свою дистанцию. Если я не дотянусь, мне надо будет сделать крупный шаг и вернуться. Если я близко стою, мне надо будет сделать мельче шаг. Если, опять же, далеко, раз и назад, раз и назад. Чуть-чуть ближе стал. Ну, например, у меня это уже выработано годами, уже, опять же, есть специфические качества. Это чувство времени, чувство дистанции, чувство противника. Это тайминг. Если слышали, такое выражение, когда у человека есть мастерство, уже есть тайминг. И ты чувствуешь, когда, на сколько тебе надо прощернуть. Уже, видя вот этого дистанцию, многие уже делают это, дают все сами. Я, в принципе, думаю, что мы сегодня нормально раскрыли эту тему, тему ног. Я думаю, что, в принципе, зрители поймут все, что мы хотели сказать. Если у кого-то будут какие-то вопросы, то пишите в личку. Я все передам тренеру, и тренер лично пишет мне, а я передам вам. А на этом, в принципе, все. Юр, спасибо тебе большое. Субтитры сделал DimaTorzok